Привет, ребят! С вами я, Константин Фолстон, и мой новый выпуск «Роскошная жизнь». И на этот раз я расскажу вам, как и где живет легендарный британец Дэвид Бэкхэм. Вы меня очень долго просили сделать видос именно о Бэксе, поэтому я решил вас не разочаровывать. Ну и вы меня обрадуете? Поставьте лайк этому видео и подпишитесь на мой канал. Ну и, конечно же, конкурс, а это видео не исключение. Для этого вам следует быть подписчиком моего канала. В видео найти гифки, написать их тайм-коды в комментариях, а также написать имя футболиста, которого я загадал. А в конце этого видео я назову победителя конкурса, который провел в ролике о роскошной жизни Терштегина. Так что поехали! У семьи Бэкхэмов есть три особняка, три роскошных особняка. Так давайте же начнем с того, который расположен в Америке и считается летним домиком. После того, как Дэвид Бэкхэм продал свой роскошный особняк в Майами за 33 миллиона долларов, он вместе с семьей поселился в Малибу. В интерьере американского дома Бэкхэма прослеживается добротность, приверженность дорогим натуральным материалам и стремление к созданию уюта. Стильный особняк с панорамными окнами выстроен в стиле хай-тек. На придомовой территории разбит собственный бассейн. Обилие стеклянных стен создает эффект естественного 3D-декора. Еще один дом, а точнее замок, расположен в Лос-Анджелесе и является самым большим во всем округе. За него Бэкхэм отдал чуть более 200 миллионов долларов. Площадь, на которой расположился особняк, составляет 18,6 тысяч квадратных метров. Выполнен он в стиле «Ала Франш-Шато». В нем у пары их детей 123 комнаты, включая 14 спален и 27 ванных и душевых. А также бассейн и теннисный корт, подиум, танцевальная студия, спортивный зал, боулинг. Также на территории располагаются 4 двухместных гаража и площадка для паркинга около 100 автомобилей. Ну а теперь пришло время показать шикарный дом в Лондоне стоимостью 41 миллион долларов. В особняке пары есть все для комфортной жизни, включая 6 спален, просторную кухню и гостиную с камином, тренажерный зал, винный погреб, домашний кинотеатр, бассейн и даже сад с кондиционером. После ремонта, на который Бэкхэм потратил более 10 миллионов, в особняке появились отдельные помещения для стрижки и укладки волос, макияжа и маникюра, а также отдельная гардеробная для хранения огромной коллекции туфель Виктории. Кроме того, из рядом стоящего дома для персонала в дом хозяев оборудован подземный туннель, невидимый для посторонних. Также в доме смонтирована особая аудиосистема, которая позволит слушать музыку повсюду. Автомобили для Дэвида Бэкхэма всегда были частью имиджа, самые дорогие и самые яркие. Так давайте же посмотрим на автопарк экс-футболиста. Бывший игрок сборной Англии с ранних лет предпочитал ездить на роскошных авто, которые становились все дороже по мере взлета его футбольной карьеры. Первый любимый автомобиль в коллекции Бэкхэма – Бентли. В 2002 году первая машина этой марки обошлась футболисту почти в полмиллиона долларов. Переехав в Америку, Дэвид не стал изменять Бентли и приобрел еще одну, но уже более спортивном варианте. Когда семья футболиста выросла, у него появился более крупный монстр – Джип Рангл. Этот мощный автомобиль обошелся любителю роскоши Бэкхэму в 45 тысяч долларов. Еще одной дорогой игрушкой в гараже Бэкхэма является Ламборгини Галлардо за 170 тысяч фунтов. Я даже не знаю, кто бы не мечтал погонять на этой красотке. Еще в коллекции Бэкхэма есть одна машина, которую он никогда не продаст ни за какие деньги. Это Porsche 911 Turbo. В ней папарацци впервые застукали Дэвида с Викторией, его будущей супругой и матерью четверых детей. Дэвида Бэкхэма можно смело назвать одним из самых постоянных футболистов, в смысле отношений с женщинами. Давайте же посмотрим на его вторую половину. В июле 2019 года семья Бэкхэмов отпраздновала большой юбилей. Ровно 20 лет назад Дэвид и Виктория узаконили свои отношения. За 20 лет брака их семья пережила немало слухов о разводах, изменах и прочие скандалы. Поэтому сейчас их пару можно назвать, пожалуй, самой прочной среди всех знаменитостей. Молодые люди познакомились в 1997 году. Именно тогда Дэвид увидел Викторию Адамс в новом клипе группы Spice Girls. Через несколько дней судьба свела их на одной из вечеринок после матча Юнайтед. Дэвид долго решался поговорить с недоступной красавицей, взяв у нее номер телефона. Что интересно, она написала свой номер на билете с матча, который он до сих пор хранит как драгоценную вещь. По словам Бэкса, он готов был жениться на Виктории сразу же после первого свидания, однако девушка была к этому не готова. К женитьбе их подтолкнул тот факт, что Виктория забеременела от футболиста, после чего весной 1999 года у них появился сын Бруклин. Это имя пара выбрала не случайно. Именно в одноименном районе Нью-Йорка был зачат первенец пары. Ну а потом пара сыграла свадьбу, за которую заплатила 800 тысяч долларов. Сначала в дверях появился отец Виктории Тони. Я внимательно смотрел на вход и увидел, что внутрь ступила она. Виктория держала на руках Бруклина, и вдруг я почувствовал, что у меня пощипывает под веками. Обернувшись, я увидел Эмму Бантон, она плакала. В тот момент я был готов расплакаться даже больше, чем она, но хорошо, что кто-то догадался незаметно подсунуть мне в руку салфетку. Сейчас пара воспитывает четверых детей. Трое сыновей, Бруклин, Ромео и Круз, а также дочь Харпер. Но была одна история, которая подпортила репутацию Беккому. Это его измена супруги после переезда в Мадридский Реал. К футболисту поставили ассистентку Ребекку Луз, чтобы он быстрее адаптировался к Испании. В результате все так и получилось. Он отлично адаптировался, но не к новой стране, а к новой женщине, которая в то время выглядела как топ-модель. Луз вскружила голову Бексу, ведь жена не сразу отправилась за ним в Мадрид. Футболист начал думать не головой, приглашал ассистентку на ужин, а потом и в свой номер гостиницы. Как говорила Ребекка, Дэвид запомнился ей как шикарный любовник и внимательный молодой человек. Вскоре Бекс признался жене в измене, что подхватили все мировые СМИ. Но Виктория смогла выстоять и простила мужа, чтобы сохранить семью ради детей. У Бэхэма очень много знакомых, ну вы это и сами понимаете. Но как по словам футболиста, у него есть только три настоящих друга. Первым своим другом он называет знаменитого американского актера Тома Круза, в честь фамилии которого и назвал одного из своих сыновей. Они познакомились в начале нулевых, когда Бекс стал все чаще летать в США, а потом перешел в Галакси. Их дружба была настолько тесной, что одной из версий разрыва актера с актрисой Кэти Холмс называли бисексуальность Бэхэма и Круза. Второй друг Бэхэма Гарри Невилл. Защитник страховал Дэвида на правом плане МЮ очень долго, после чего их дружба стала не только футбольной. Гарри и Дэвид были шаферами на свадьбах друг у друга. А Бэхэм был первым человеком, который прилетел к Гарри после смерти его отца. Ну и третьим лучшим другом Бэкса считается британский шеф-повар Гордон Рэмзи, который в свое время удостоился трех звезд Мишлена. Вместе в 2013 году они открыли итальянский ресторан в Лондоне. Также они частенько ходят на баскетбольные матчи, ну и конечно же сидят на VIP-трибунок во время игр Манчестер Юнайтед. Кроме футбола у Бэкса очень много интересов, хотя бы потому, что в 2013 году он завершил футбольную карьеру. После завершения карьеры в одном из интервью Дэвид признался, что его любимым хобби можно назвать конструирование зданий фигурок из конструктора Лего. Иногда Лего помогает мне успокоиться. Одна из последних больших конструкций, которую я сложил, это мост Тауэр. Это было потрясающе, мне потребовалось около тысячи элементов. Еще одно увлечение Бэкхэма, с помощью которого он расслабляется, это кулинария. Футболист любит время от времени приготовить ужин для всей семьи. По его словам, он очень любит итальянскую кухню, как и его дети, поэтому он может легко их накормить блюдами, которые научился готовить, живя в Италии. Также Бэкхэм активно занимается благотворительностью на протяжении многих лет. Дэвид участвует в различных ток-шоу, проводит дружественные матчи с бедными детьми, жертвует деньги семьям футболистов, которые оказались за чертой бедности. С благотворительным фондом ЮНИСЕФ Бэкхэм поддерживает тесное сотрудничество с пятого года. Спортсмен не только жертвовал свое время и энергию, чтобы расширять и пропагандировать деятельность фонда, но и сам делал щедрые пожертвования. Но вот в 2017 году в интернет попала переписка Бэкхэса со своими пиарщиками, из которой стало ясно, что благотворительностью он занимается не ради спасения обездоленных и больных, а ради получения статуса сэра в Англии. В частности, в переписке он очень возмущался, что должен ограничивать себя в демонстрации своих вещей, в частности, золотого ноутбука, и отдавать собственные деньги беднякам. На этом о легендарном Дэвиде Бэкхэме у меня все. Ставь лайк этому видео, подписывайся на мой канал, а также напиши в комментариях, кого бы ты хотел увидеть в следующем ролике. Ну а победителем конкурса, который я провел в роскошной жизни Терштегина, стал вот этот мой подписчик. Поздравляю тебя! Свяжись со мной через эту почту и получи свою награду. Тысячу рублей. Ну а всем остальным желаю удачи в следующих конкурсах. Жду ваши комментарии с правильными ответами и надеюсь, что каждый из вас вскоре одержит победу. До встречи в следующих выпусках. Пока, увидимся!